Эпидемия заставила людей оставаться дома. Естественно, процент посетителей театра, кино и библиотек сократился. Но это лишь стало поводом для поиска новых решений. Концерты, семинары, мастер-классы творческих белорусов стали доступны онлайн. Мы смогли поискать новые формы работы и новые подходы к реализации культурных проектов. Конечно, мы до этого сильно не использовали паутину в сети интернет, либо онлайн режимом, но условия пандемии, конечно, нас к этому подтолкнули. В 2020-м школы искусств города получили 29 пианино отечественного производства. На фасаде кинотеатра «Товарищ» появился светодиодный экран. Новинками пополнились художественная галерея, краеведческий музей и выставочный зал. Книжные полки библиотек дополнили новыми экземплярами на 15 тысяч рублей. Часть проектов 2020 года не смогли полноценно реализоваться. И мы их проводили в общем-то в сжатом таком формате. Но в любом случае знаковые мероприятия проходили в городе Бобруйске. Традиционные празднования дня города и 76-летия со дня Великой Победы планируются по расписанию. А вот международные проекты 2021-го пока под вопросом. Пленер по керамике «Арт Жижель» – фестиваль народного творчества «Венок дружбы» на стадии предложений и внесения корректировок. Данный форум мог стать площадкой для народного творчества в рамках СНГ. И мы сейчас эту концепцию рассматриваем, чтобы в 2022 году при возможности это воплотить. Поэтому сейчас говорить о том, что мы 100% уже готовы к реализации «Венка дружбы» мне сложно. Отдел культуры также сохранил составы творческих коллективов. Обошлось, что немаловажно, без сокращений. Обсуждалась и киноиндустрия. Есть ли возможность снимать фильмы на территории города? Посыл, прибыльные проекты будут в деле. Ведь есть все условия для их реализации. К слову, Бобруйск, его крепость, Старый Центр и Ледовый Дворец не раз остановились съемочными площадками. Здесь сняты такие картины, как «Легенда номер 17», «Следы апостолов», «Правила геймера» и «Уроки персидского». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.